Были моменты, когда качественное жилье в хорошем районе стоило, допустим, квартира стоит 60 тысяч, а там можно купить было за 48, 12 тысяч разница, большая, на самом деле, это почти 20 процентов. Люди покупали такую квартиру и им везло. Сейчас это практически невозможно. В общем, как говорится, как там, есть русская поговорка, бесплатный сыр только в мышеловке. Не верьте в эти мифы. Однозначно. Александр, добрый день. Добрый день. Сегодня такой будет, наверное, не для всех, не для широкой аудитории у меня вопрос и тема нашего разговора. Я вот видел, что есть разные мифы по поводу, скажем так, покупки особой недвижимости в Испании. Не секрет, что в Европе там был тоже кризис. И говорят, что можно купить какие-то чудо-объекты по какой-то спеццене. Вот правда, неправда и что это за объекты? Я назову даже так, миф и реальность. Это правда. На самом деле Испания больше всех пострадала от кризиса, так как она давала ипотек много, очень даже направо и налево. Многие наши клиенты, которые покупали недвижимость, допустим, в 2009, 2007, 2006 году, когда кризис вот только-только зарождался, они покупали недвижимость, приходили, прилетали в Испанию, заходили в любой банк, говорят, я хочу купить вон ту квартиру. Сколько стоит он? 100 тысяч. Давайте паспорт. И ипотеку дали. То есть без первоначального взноса? Без ничего. Ого. Да, иногда 10%, иногда даже 10%, а некоторые банки потом даже давали 10% тебе ипотеки, чтобы ты заплатил за налоги. Даже такое давали. Это было круто. Соответственно, надули такой мыльный пузырь недвижимости. Недвижимость строилась и продавалась, как пирожки на базаре. Это было правда. Необеспеченные и реальными деньгами. Никакими деньгами, соответственно, конечно. И когда кризис пришел, многие банки просто, не просто там развалились, они лопнули. В прямом и переносовом смысле. Все разонеслось. Понимаете, не осталось ничего. И начали эту недвижимость, надо было куда-то девать, спасать каким-то образом. Начали эту недвижимость пытаться продавать. Многие люди перестали платить за эту недвижимость. То есть фактически залоговую. Залоговую, конечно, у банков залоговая. И многие собственники не могли продолжать платить, так как многие потеряли работу. Или работу получают теперь зарплату половину меньше, не могут содержать данный объект. И переставали платить. Много судов, много проблем, много всяких было недоразумений с этой недвижимостью. Собственники, банки. Некоторые банки лопнули, передали свои права другому банку. Другой банк начинает прессовать этого собственника, отдавай нам деньги. Вышел закон Испании о том, что государство Испании начало помогать своим собственным банкам, чтобы вообще банковская система не рухнула полностью. Выпустили такой закон, что человек, который имеет долги перед своим собственным банком и добровольно готов отдать свою квартиру, за которую он заплатил условно 10-15% за это время, пока он пользуется квартирой, передать ключи и подписать, что он права на эту квартиру не имеет. И весь долг, который у него был, списывается с этого человека. Он больше государству, банку этому не должен ничего. И люди понесли свои ключи прям вот толпой. Я даже помню, у меня сосед был, та же самая история, сосед был с Краснодара, он жил там, мой сосед был. Но у него была такая же ипотека, чуть ли не, наверное, 85% надо было, ему еще доплачивали. За 100 тысяч, 85 тысяч он долго был, а цены упали. Он говорит, мне невыгодно платить за квартиру, потому что сейчас моя квартира стоит половину дешевле, а я буду платить, зачем мне это надо? И он пошел, просто от него ключи отдал, и все, и с него долг списали. Соответственно, у банков появилось огромное количество квартир, которые надо куда-то сбывать. Это какой год? Это был 11-13, вот плюс-минус, вот в этом периоде, когда только начиналось. Многие наши инвесторы, соотечественники, приехали в Испанию и покупали по 3, по 5, по 10 квартир. Выборочно. Потом банки попродавали инвесторам свои активы, которые у них есть, долговые. И, соответственно, эти инвесторы начали продавать эти квартиры пакетом. Определенные условия, ты должен купить, условно, допустим, выставляется пакет, 18 квартир. В хорошем районе города, в отвратительном районе города, в ужасном состоянии и более-менее. Ну, зачастую эти квартиры, обычно, когда люди выезжали, бросали свою квартиру, они вырывали и розетки, и унитазы скручивали, все, квартиры пустые. Но ты обязан купить 19 квартир и заплатить за них общую какую-то сумму. Оптом. Да, оптом. Эта цена всегда была ниже. Один случай у нас был, когда я знаю этого человека, я через него потом продавал его квартиры, инвестор, он купил 83 квартиры в городе Аликанте. В пакете. В пакете. Было определенное условие. 830 тысяч ты должен был заплатить, чтобы купить 80 квартир в Аликанте. По 10 тысяч он купил столько квартир. На тот момент стоимость квартир была обычная рыночная цена, такого типа квартир, от 25 до 40 тысяч. То есть он купил в три раза дешевле. Но надо было условие. Пакет. Да, конечно, некоторые квартиры были в домах, которым по 50 лет. Некоторые квартиры были в домах, где даже лифта нет, а квартира находится на пятом или на шестом этаже. Сами понимаете, ее рыночная привлекательность слабенькая. На любителя. На любителя. Что он сделал? Он хорошие квартиры оставил подальше, плохие квартиры немножко подремонтировал, часть квартир сдал в аренду, а часть потихонечку начал продавать. До сих пор их продает. Вот таким образом рынок немножко стал скалит и сбило цену вообще по всей Испании. Потому что дешевые квартиры выходили на рынок и строительные компании могли строить. И как только рыночная, как только кончились эти квартиры, они кончились где-то в районе 14-15 года, каждый банк взял такие квартиры, которые у него появлялись. Они открыли у каждого банка свою инмобилярию, свое агентство недвижимости. Стал каждый банк иметь свое агентство недвижимости, которое ликвидные квартиры продавал сам по рыночной цене, а не ликвид отдавал на общую продажу. И был такой миф, что банковское недвижимость дешевое, и все ринулись покупать. Да, были моменты, когда эта недвижимость была красивая. Были моменты, когда качественное жилье в хорошем районе, и стоила, допустим, квартира стоит 60 тысяч, а там можно купить было за 48. 12 тысяч разница, большая на самом деле, это почти 20%. Люди покупали такую квартиру, и им везло. Сейчас это практически невозможно. Я специально перед этим, вот перед переездом сюда, я сделал такую аналитику, я позвонил 5 банков, запросил у них, наверное, десяток объектов, взял камеру, снял эти 10 квартир. Из 10 квартир я выбрал только одну, которая так или иначе по цене и месторасположению соответствует нормальному жилью. Все остальное не ликвид полнейший. А что вы называете, например, не ликвидом, это что такое? Старое жилье, старые дома, надо делать ремонт. Ну, к примеру, есть квартира в Таревехе, в среднем цена квартиры с одной спальней и гостиной 55 тысяч. Банк предложил, вот одну из квартир, которую я смотрел, предложил за 45, 10 тысяч разница. Значимо. Значимо. Круто, да. Но когда мы начинаем считать, сколько надо сделать ремонт, превратить ее в среднее хотя бы состояние, то это получается от 5 до 8 тысяч. Ну, да. Надо потратить. Разница в 3 тысяч. Тебе еще возиться надо. А если ты не живешь в этой стране, как ты это сделаешь? Как ты все это проконтолируешь? Правда? Ну, да. И получается, шило на мыло, то же самое. Но зачастую эти квартиры в худшем районе и выбрать их из них сложно. Когда у тебя, ты можешь покупать не только банковскую недвижимость, а любую, ты выбираешь в любом районе города. А банковская недвижимость всегда будет в негативном каком-то районе. Там, где много цыганских районов, арабских районов, есть такие города, где их много. Их немного. 2-3 дома стоят, но вокруг них уже там 10 домов, они не будут ликвидными. Ни для аренды, ни для перепродажи, ни для собственного проживания. Хотя, в принципе, те люди, которые живут в этих районах, они спокойные, тихие, там нет преступности, там нет наркомании, ничего. Но так или иначе, это влияет на стоимость. Хотя, я считаю, что у нас очень толерантное общество в Испании, особенно в нашем городе, там в Таревье, Хврила Коста. У нас живут 72 национальности и любой, то ли ты цыган, то ли ты араб, то ли ты украинец, белорус, швед, норвег, никогда не почувствуешь себя иностранцем. Никто никого не притесняет, не обижает, тихо и спокойно. А есть какой-то, не знаю, ключевой вопрос или несколько вопросов, не знаю, параметров, которые человек, который, ну вдруг, не знаю, вот ему предложили сказать, знаешь, там есть такие объекты, да, вот, не знаю, покупай. Вот он может задать какой-то вопрос, чтобы сразу, вот у него маркер такой возник, это вот тот самый неликвид, про который вы говорите. Как это сделать? Вопрос. Ну, я рекомендую в таких случаях, у нас приезжают клиенты, которые говорят, я хочу купить недвижимость, а вы занимаетесь еще и банковской недвижимостью. Я говорю, давайте так мы сделаем. В самом начале нашей работы, перед тем, как показывать всю недвижимость, я вам покажу 5-7 объектов банковской недвижимости. Мы с вами посчитаем, какую квартиру, я в этом же доме найду вам квартиру банковскую, и в этом же доме найду квартиру, которую продажа сейчас нормальная. Нормально. Мы с вами зайдем и в ту, и в ту квартиру, это маркер, 100%, да, сравнение. Смотрим, вот оно состояние, да, тут, наверное, ремонт не делается 5 лет, но она тут с мебелью, с телевизором. Кстати, в Испании продается вся недвижимость, всегда полностью комплектованная, не забирают мебель с собой. Не телевизоры, не ложки, не вилки, все, вот, ключи отдали, все. И вы посмотрите, квартиры в среднем на четверочку, в 5-балльной системе. Сюда заходим, она дешевле на 15 тысяч, но тут дым коромыслом, вырвано все, разбито. Мы приглашаем при вас специалиста, который делает ремонт, он говорит, я вам сделаю здесь ремонт за такую-то цифру. Называют цифру там не 15, там 12 тысяч, но надо купить шторы, вилки, ложки, то-то-то. В конечном итоге получалась такая цифра. Да, конечно, квартира у вас будет здесь новая, абсолютно все внутри упакована, новострой в старом доме. А здесь будет она такая на четверочку. Ну, опять же, ты думаешь, сможешь ты этим заниматься месяц, два, три, контролируешь. Готов? Готов, покупаем эту. Не готов? Покупаем эту. Но вот такой квартиры, вторички, выбора больше. Мы можем начинать искать и понимать, что выгоднее всего выбрать, наверное, район. Потому что обычно банковская недвижимость будет не совсем в хорошем районе. То есть, все хорошее уже выкупили давно. Внутри. 20 секунд о нас. С этим 2 ТВ в этом году входит 5 каналов. Сейчас вы смотрите наш основной канал. Но есть еще каналы для профессионалов рынка, люди недвижимости, а также каналы о бизнесе девелоперов, бизнес в каске, коммерческой и зарубежной недвижимости. Ссылки на все наши каналы вы найдете в описании. Приятного просмотра. Они внутри банков сами себе друг другу продали, перекупили, сделали ремонт и продали. Или через то самое агентство недвижимости, которое... Да, конечно. Даже нам, агентствам, это не достается. Часто еще у нас бывают такие клиенты, которые говорят, Александр, найдите нам квартиру убитую. Не банковскую недвижимость, а убитую, разбитую. Мы сделаем ремонт и перепродадим. Поверьте мне, вы такую квартиру не найдете. Почему? У каждого агентства есть всегда какие-то 100-200 тысяч. Всегда на счету лежат. На всякий случай. На всякий случай. И когда появляется такая квартира, агентство само купит, отремонтирует и вам же продаст. Это правда. Но это на самом деле в России то же самое. То, что как раз и называют у нас срочный выкуп. Всегда более-менее нормальное агентство держит руку на пульсе и этому даже учат. У нас даже есть видео, такое риелтор-капиталист. Это как раз вот про такие проекты. А есть еще какие-то похожие мифы? Просто раз уж мы про мифы заговорили. Не знаю, может быть не банковская какая-то еще недвижимость чудесная. Чудесная. Только инвестиционная. Это которые инвесторы продают. Это что такое? Как это инвесторы продают? А как инвестор отличить от неинвестора? Инвестор это любое юридическое лицо, которое когда-то выкупило какие-то квартиры. Или потихонечку скупает эти квартиры у людей, у которых есть суды, проблемные квартиры. Семья разошлась. Судились, пересудились, кому-то присудили. Тот решил просто сбросить эту квартиру, чтобы не было у них у семьи на балансе. И инвестор собирает такую недвижимость. Есть такие инвесторы, у которых можно... И многие агенции знакомы с такими компаниями, где они берут вот эти вот льготные квартиры. Но их очень мало. И зачастую инвестор сейчас... Раньше инвестор просто перекупал и продавал. Сейчас инвестор ремонтирует. Бывает даже покупают сразу брошенное жилье какое-то старое. Они целый дом покупают. У нас сейчас, кстати, в Таревьехе продали буквально недавно. Брошенный дом. Строительная компания построила дом, разорилась. Инвестор этот дом выкупил. А дом практически был достроен. Плитка уже была, ванны стояли, все доделали. Но не хватило сил закончить. Разорилась компания, суд у нее забрал. И инвестор выкупил этот дом. И сейчас он перепродал этот дом. Сейчас новая строительная компания купила этот дом для того, чтобы его закончить. Вот тоже интересный вариант. И это, кстати, есть сейчас много такого. Сейчас в Испании практически много брошенных в те времена, в 2011-2008 году, объектов, которые были выгнаны целые дома, пятиэтажки, десятиэтажки. И стояли просто заморожены. Они сейчас, многие эти объекты оживились и идут активные стройки. То есть фактически это такой новострой, но растянутый, имеющий какой-то давний старт. Абсолютный новострой. Это, кстати, тоже интересное жилье. Мы недавно продавали вот такой заброшенный новострой. Были квартиры, новострой квартиры в хорошем, шикарном комплексе. От 105 до 115 тысяч евро. Но это новострой. У нас невозможно за такие деньги купить новострой. А вот эти варианты были. Очень даже привлекательные. В комплексе с бассейном, с видами на море и прочее. Очень. Разошлись, прям вот разлетелись. По такой цене, конечно. В общем, как говорится, как там есть русская поговорка, бесплатный сыр только в мышеловке. Не верьте в эти мифы. Однозначно. Я еще самое главное порекомендую. Когда вы решили поискать недвижимость именно банковскую, инвесторскую, какую-то там брошенку, то я рекомендую все равно обратиться к какому-то агенту. Многие наши клиенты делают первую ошибку. Они звонят сами по банкам. Говорят на английском языке везде в Испании. Банковские работники договариваются о встрече, ходят, смотрят. Конечно, банковскому работнику выгодно продать свою недвижимость. Он расскажет вам все, что угодно за такую квартиру. Делает вам скидки, оформит вам ипотеку, и вы купите эту квартиру. Но потом с ней ничего не сможете сделать. Я имею в виду, она будет неликвидна. И на самом деле, когда вы сделаете ремонт, поймете, что вы за нее переплатили. Хотя она была на старте дешевая. А если это у вас агент, и агенту вы заплатите всего лишь от 2,5 до 3 тысяч евро стоит работа агента, который найдет вам жилье, оформит, проверит юридическую чистоту данного объекта. Есть ли там собственность у банка на эту недвижимость или у инвестора, или же она еще пока в спорном состоянии бывшим собственником. Это тоже немаловажный фактор. Все проверила, переоформила, свет в воду подключила, многое-многое сделала. Вы всего лишь заплатили 3 тысячи. Это юридическая защита. Да, вы купили дешево, но зато вы купили чистую квартиру. И не боитесь. Не делайте никогда самостоятельных решений. Не принимайте решения на покупку недвижимости, не бегите напрямую в банк. Я рекомендую это просто сделать всем. Обращайтесь, найдите адвокат. Адвокат стоит сейчас от 1 до 1,5% от стоимости недвижимости банковской. Можно тоже заплатить, адвокат вам все оформит. То есть в общем это не такие деньги. То есть это не так дорого, чтобы этим пренебрегать. Конечно. Не надо как-то скупой платить дважды. Зубы надо делать у стоматолога, а не у слесаря автомобилей. Спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Ну и собственно говоря, я желаю всем, кто нас смотрит, хороших сделок и безопасных. И не попадаться на такие мифы. Спасибо. Всего доброго.